Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Микки с мамой уехала к сестре в другой город, и у меня теперь ответственное задание. В течение почти что недели приезжать и кормить вот этого вот кота. Зовут его Луфи. Ему пять лет вроде как. Луфи его назвали как раз из-за аниме One Piece. Луфи! Кс-кс-кс. Вот, поэтому буду приезжать и кормить его. Ой, ты куда? У кота даже есть подушка с его же лицом. Мяу! Такой вот Луфи. Ну что ж, сейчас пора ехать по делам. По пути покажу что-нибудь интересное, и вы увидите, как сейчас в Японии начала цвести Сакура. Почти что все расцвело очень красиво. Посмотрите, какая с четвертого этажа открывается красота. Деревья Сакуры в полном цвету. Выглядят такими пушистыми, прям очень красиво. У людей ханами, отдыхают, играют с детьми. Вот в Японии сейчас точно наступила настоящая весна. Очень тепло, очень хорошо. На улице, наверное, градусов 17, может быть, даже больше. Хотя вот только 5, может быть, дней назад шел снег. Но я рад, что он наконец-то потеплело. Сейчас мне надо ехать на Шинжику. Нахожусь сейчас в другом конце Токио, поэтому займет это какое-то время. Если на Шинжику что-то будет интересное, то, конечно же, вам покажем. Поближе все это выглядит вот так. Вы можете сами посмотреть, какая красота. Лепестки опадают, как снежинки. Но, конечно, это происходит со скоростью не 5 сантиметров в секунду, как в известном аниме Макото Щенкая. Еще главное, что сакура различных цветов и видов всегда есть. Поэтому вы можете посмотреть. Вон там вот есть и такая белая, и розовая. У меня рядом с домом вообще цветет какой-то редкий вид сакуры. Он полностью красный. Не знаю, как точно называется, но выглядит симпатично. Будет возможность, обязательно вам покажу. Все-таки, на мой взгляд, весна это самое лучшее время года в Японии. Очень комфортно, красиво и прям душа радуется. Но пора ехать. Сейчас надо отправиться к метро. Здесь недалеко, минут, наверное, 5, поэтому дойдем быстро. А вот на поезде ехать минут 45. Сейчас совершаю пересадку с одной ветки на другую. В Японии под землей прям целые города. Везде есть указатели. Всегда в целом понятно, куда идти. Но всегда стоит лучше дополнительно проверять. Потому что на одной и той же линии можно сесть на поезд и уехать совершенно в разные места. Даже в другие города можно ехать. И теперь мне надо пересесть на первую линию. Отлично. Спел прямо вовремя и сразу поезд подъехал. Теперь я пересаживаюсь на станцию Щенжику на другую ветку. На седьмой платформе сейчас подъезжаю на поле. Это уже метро. Неназемные поезда, с ней электрички. Они все переплетаются между собой. Поэтому можно сесть на одной станции и приехать вообще куда угодно. Хоть какой-то конец японии. Добрался я до станции Ничичичичу-Куго-Чоме. И вот сейчас вот выхожу на улицу. Линия Оэда одна из самых глубоких в Японии. Поэтому, чтобы подняться на улицу, нужно использовать 3, а иногда 4 эскалатора. Но уже почти что выбрались. И вот мы на улице. Как вы видите, погода отличная. Здесь, к сожалению, сакуры не так много, как было до этого. Но здесь недалеко находится парк Синжику-Гюин. Я думаю, вы знаете его. Он еще известен благодаря анимационному фильму Макоточин-Кая. Сад изящных слов. Или как-то так по-русски. Вот. Все действие проходило в нем. Поэтому по возможности мы тоже туда сходим. Потому что сейчас там уже все цветет. Очень красиво. Много видов сакуры. Поэтому интересно было бы это все посмотреть. И, конечно же, снять. Но я думаю, это будет уже не в этом видео, а в другом. Кстати, хотел вам немного рассказать. Я вот сейчас вот до этой станции ехал 40 с лишним минут с другого конца Токио. И, как всегда, я использую вот такое вот приложение. Я про него несколько раз рассказывал. Даже есть отдельное видео на канале. Но все равно продолжают спрашивать, как разобраться в Японии с транспортом. Расскажи о метро и так далее. Вот видно здесь. Я доехал за 42 минуты с двумя пересадками. И заплатил 452 иены. Вот время написано. Пересадки, где я пересаживался, когда вот такими вот точечками отмечено. Это значит, что поезд автоматически меняет линию. Здесь вот уже пересадки. Я на станции пересел. Дальше вот доехал до Шинджику. И вот здесь вот уже до Шинджику. В общем, мне показано время, сколько занимает пересадка. Сколько ехать на поезде. Какие станции. Вот даже вот сейчас, если посмотреть. Вот, например, вот здесь вот раз-присписок. Вот здесь вот. И видно, какие там станции. Вот, например, приезжаем в станцию Точо Майя называется. Точо Майя это перед Токийской мэрией. Станция, которая расположена здесь недалеко. А вот если кто вообще хочет недорого поесть в Японии, то советую вот такое вот заведение. Называется Матэ. Можно смотреть. Здесь продают гюдон. Ну и всякие различные сеты. Называется Тэйшоку. С мясом говядины, со свининой, даже с курицей бывает. Но в основном, конечно, здесь гюдон. Можно купить себе большую пиалу риса с говядиной. За, там, 400 йен где-то. Ну вот даже можно подойти и посмотреть. Вот так вот это все выглядит. Покупается все на автомате. Вон вы его там видите. То есть не нужно даже не понимать язык. Просто нажимаете на нужную картинку. Вот, например, вот такой вот самый стандартный стоит 380 йен. Если вы хотите большую порцию, то это будет 520. 520 йен это, ну, получается 270 рублей. В целом недорого. Полностью найдитесь. Еще здесь бесплатно в комплекте идет мисо-суп, который вы тоже можете выпить. Ну и, конечно, вода, зеленый чай в неограниченных количествах бесплатно. В Японии, куда бы вы ни пошли, вода везде бесплатная. Нету такого, что вас там за бутылку воды, либо за стаканчик воды попросят заплатить там 100 рублей, 200, как обычно в российских ресторанах. Ну, во всяком случае, в Москве, я так не знаю, как в других городах. Так что очень удобно. Так уж получается, что в последнее время вернулся к видео такого формата, что что вижу, о том и говорю. Я, в принципе, с этого начинал канал. У меня были такие первые видео. Я просто показывал свою жизнь, все, что вокруг меня. А сейчас так получается, что времени нет и какие-то такие сложные, смонтированные видео не получается сделать. Но зато больше получаются вот такие живые. Может быть, это и хорошо. Ну, во всяком случае, я каждый день куда-то езжу. У меня какая-то движутка происходит, с кем-то встречаюсь. То есть много всего происходит. Поэтому буду стараться с тобой каждый день брать камеру и снимать вот такие вот видео. Куда-то иду, что-то заснял. Если, возможно, с кем-то поговорить, там, какое-то мнение спросить, тоже спрошу. Но, опять же, не формат интервью, который мне не нравится, а просто некоторые случайные люди будут попадать в кадр в время от времени. Опять же, если они сами будут не против, потому что вы знаете, что в Японии с этим серьезно. И всегда нужно спрашивать у человека, не против ли он, чтобы его сняли, чтобы не было никаких проблем. Так что вот так вот. Вот даже сейчас я прошел и заснял двух работников, которые выгружали что-то из машины. И когда они увидели, что попали ко мне в камеру, они начали говорить о том приватности. Что я, видимо, их заснял и, наверное, потом куда-то это опубликую. И сразу у них началась такая тема. Япония, она такая. Ну что ж, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что было интересно. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте комментарии и до встречи в следующих видео. До свидания.